Доброго времени суток! С вами Ольга Головатая на канале Свяжем Вместе. Сегодня я хочу продолжить свой мастер-класс по вязанию юбочки узором шишка из вискозной пряжи. Буквально несколько дней назад мы связали с вами первую часть. Это сделали наборку, связали подвяз этой юбки, разобрались как можно расширять этот узор, выходить на бедра, как можно делать ее формой карандаша, как можно же расширить форму трапеция. В данный момент из вискозы я связала ее легкой трапецией, но на вискозе трапеция никогда не видна. Она будет падать такими легкими мягкими фаудами. Сегодня я бы хотела вам показать, как связать пояс к этой юбочке, а также место под замочек, для того, чтобы оно у нас было аккуратненько и красиво вшивался замочек. Ну вот давайте с этого и начнем и разберемся, как это все делается. Прежде всего я хотела бы обратить ваше внимание, что на поясе, в местах, где мы делали подвяз, у нас получились вот такие вот зигзаги. И набирая пояс, мы должны это немножечко подровнять. Это делается несложно. Вот смотрите, на протяжении раз, два, три, четыре шишечки. От начала и по четвертую шишечку эти зигзаги нам нужно будет немножко выровнять. Раскладываем нашу юбку к себе лицевой стороной. Из первой же петли, с уголочка, эту нитку мы оставляем, потом ее упрячем, потому что она слишком короткая, чтобы ее скручивать. Начинаем набирать наш пояс. Первая петелька, это две подъемные, снова, потом эта нитка упрячется. И вяжем еще три столбика с накидом. Даже четыре столбика с накидом. Место над шишечкой мы проходим столбиками без накида. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь мы доходим до петельки над... Вот у вас есть здесь три арочки посередине и петельки над ними. Вот до первой этой петельки мы проходим дальше столбиками без накида. Шестая лишняя. Вот как раз у нас получается еще пять петелек. Теперь над этими тремя арочками у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть петель. Мы снова вяжем столбики с накидом. Мы снова вяжем столбиками без накидом. И опять над шишечкой мы провязываем столбиками без накида, посередине столбики с накидами. Так на протяжении до четвертой шишечки. Вот таким образом у нас подравнивается линия нашей наборки. И вот последний провис. Еще раз мы делаем столбики с накидом. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Уже в следующем ряду будет видно, как это все выровнялось. Ну а далее весь центр мы вяжем уже столбиками без накида и в конце в зеркальном отражении делаем точно так же по серединках столбики с накидом, подравнивая нашу линию. Вот мы дошли до конца ряда и вот в вот этих вот местах и в начале и в конце мы сделали такие небольшие опять уступчики для того, чтобы подравнять этот край. Разворачиваемся и вяжем несколько рядов, рядов 5-6, возможно 8. Это у кого уже как получится, но сантиметра на 2 беечку обычными столбиками без накида. В это место будет подшиваться подкладка. Обычные столбики без накида. Кому нужно подтянуть будет на меньший размер, к примеру, кто-то будет выше носить юбку на талии. В этих же местах можно сделать еще сокращение. Я же этого сокращения не делаю никогда практически, так как мои клиентки носят юбочки в основном на полубедре. А то иногда бывает и на бедра спускают. Ну а кому нужно будет носить на талии, то в конце вы увидите, как легко юбочка подтягивается и в талию. Значит, здесь я буду вязать сантиметра 2, как минимум, обычными столбиками без накида. Разворачиваемся и просто столбики без накида на высоту где-то 2, возможно 2,5 сантиметра. Ну вот, я связала 2 сантиметра нашего пояска, вот так вот, закончила я лицевым рядом. И теперь, переворачиваясь на изнаночную сторону, Я делаю еще несколько рядов с дырочками для шнурочка. Первых 2 и последних 2 всегда будут столбики без накидов. 1, 2, 3, достаточно трех. Переступаем 1, 2, 3, 4 и 5 столбик без накида. 1, 2, 3, переступаем 3 петельки в четвертую, 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 3, переступаем 2 столбика без накида. Вот делаем вот такие вот дырочки, вот так вот до конца ряда. Даже если у вас в конце будет не сходиться немножко, То, что будет какая-то дырочка больше или меньше, значения не имеет. Главное, сделайте в самом конце ряда тоже 2 столбика без накида. Ну, вот так вот довяжите до конца ряда, и потом мы еще вернемся. Вот мы сделали по изнаночной стороне ряд с вот такими вот арочками. И теперь вернемся. У меня в конце получилось 1, 2, 3, 4 петельки без арочки. Но это не страшно. И в конце мы опять возвращаемся. 4 петельки. Далее по арочку мы обвязываем 1, 2, 3, 4. У нас была цепочка из 3 петель, но мы обвязываем 4 столбика без накида, Так как мы посредине вот здесь будем терять 1 петлю. В итоге у нас получается 3 цепочка, 2 петли, 5. Значит будет теперь 4 обвязка и 1 петля. Тогда будет выравниваться снова этот край. 1, 2, 3, 4 и 1 петля. 1, 2, 3, 4 и 1 петля. Это мы идем по лицевой стороне. Вот у нас получаются вот такие вот обвязанные арочки. Они пойдут у нас под шнуровочку. Вот так вот обвязывайте до конца ряда. И сейчас мы уже выйдем на обвязку замочка. Вот, девочки, мы в принципе связали наш пояс. Правда мы еще будем, скорее всего, возвращаться к этому месту. Но пока это выглядит вот так вот. Мы подошли к уголочку. Как раз это на лицевой стороне заканчивается. И мы сразу же, не обрывая нитки, развернемся на обвязку замочка. Пояс будет еще подглаживаться. И все остальные моменты я уже в конце объясню. Сейчас, внимательно, и каждую петелечку здесь обязательно нужно считать. Делаем одну подъемную в эту же петлю. Это у нас будет вот такой вот разворот. И считаем ее раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, на протяжении нашего пояса у нас получилось десять петелек. Можете это даже на листочке где-то в стороне записать. Теперь мы переходим к обвязке вот этих вот боковых арочек. И здесь каждый должен пробовать. В зависимости от того, у кого, как ложится петля. Кто ее ведет свободнее, кто ее ведет жестче. Ну, я же показываю, как это получается у меня. Раз, два, три. Смотрим. Здесь может еще лечь четвертая. Если нужно будет вернуться, мы вернемся. Раз, два, три, четыре. Смотрим. Пожалуй, это получается веер. Значит, мы возвращаемся. И у нас в арочке тогда будет три петли. Переступаем в следующую арочку. Снова делаем раз, два, три. Сказать четко, сделайте вот столько петель, не больше или не меньше, нельзя. Каждый должен смотреть индивидуально, у кого что получается. Ну, вот у меня получилось, что в этой арочке будет три петли. Давайте посмотрим, не стягивает ли нас. Нет, не стягивает. Вполне нормально. Сейчас мы уже находим тот крючок. Краевой подъемный столбик, который мы всегда делали. И под него делаем те же три петли столбика без накида. Еще раз посмотрим, не стягивает. Нет, не стягивает. Нормально. Раз, два, три. И последние наши три арочки. До того места мы доходим, где мы соединялись по кругу. Вот наша центральная петля. Вот наша центральная петля. Где мы соединяем. Где мы соединялись в круг. Входим под эту петлю. Входим под эту петлю, под арочку. Вытягиваем. Вытягиваем. И протягиваем петлю. Теперь возвращаемся обратно. И в первую же петлю делаем столбик без накида. И возвращаемся обратно до последней петли. Здесь будет не более трех рядов. Может быть, сейчас посмотрим. Будет четвертый. Но я думаю, что три ряда для обвязки будет достаточно. Дошли до конца ряда. Снова петля подъемная. Развернулись. Вот наша обвязка под замочек. Не стянута, не растянута. Она еще подгладится. Уложится. И возвращаемся еще одним рядом. Точно так же столбиком без накида. Столбиком без накида. До конца. До последней петли. И сейчас мы посмотрим, насколько нам достаточно или нет трех рядов. Или может мы сделаем еще четвертый. Смотреть это нужно вместе над арочкой. Вот сейчас мы как раз эти места провяжем. И посмотрим. Я взяла замочек. Правда, он не совсем подходит сюда по цвету. Здесь будет другой замочек. Но, чтобы увидеть, как это делается, я взяла какой-нибудь. Смотрите, нам достаточно будет трех рядов. Потому что три ряда закрывают нам как раз, как раз закрывают нам замочек. Вот и отлично. Три ряда для обвязки на замочек достаточно. Значит, вяжем до конца этот ряд. И в конце я вам покажу еще раз, чтобы вы не забыли, как делается эта протяжка, зацепився за арку, которая при соединении у нас образовалась. До самой последней петельки доходим. И еще одна. Вот в этом уголочке еще одна петля. Провязываем ее. И затягиваем ее в арочку соединения. Подтягиваем вот так вот. Закрываем и обрезаем нитку. Вот одна сторона под замочек у нас обязана. Сразу же эту ниточку можно перетащить на изнаночную сторону. Она спрячется под замочком. Ее даже, может, и подклеивать не нужно. Но лучше, конечно, подклеить. Вот первая сторона нашего замочка. Еще в неоглаженном виде. Так как мы начинали с лицевой стороны. Наборку на замочек мы делали с лицевой стороны. Значит, и с другой стороны нам нужно будет делать с лицевой. А это значит, что мы будем начинать не от угла юбки, а от угла вот этого уже снизу. В эту арочку мы делаем первую петлю. Провязываем ее, только не очень жестко. И только лишь теперь начинаем считать наши петли под замочек. Протягиваем, протянули и считаем ее как раз, два, три. И точно так же в зеркальном положении, как мы делали на той стороне. Под каждую арочку мы провязываем по три петли. Эти нитки уже можно даже по ряду их запрятать, завязать, упрятать механически. И теперь, как вы помните, здесь, в этом месте у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Те, которые я говорила, запишите сбоку на листочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять. И последний угловой, десятый. Вот те же 10 петель где-то переступили, но чтобы здесь тоже было 10. Теперь подъемная петля, разворачиваемся и точно так же, как и на той стороне, делаем три ряда. Вот здесь вот, разворачивая петлю путем проскальзывания из петли в петлю. Вот, еще раз в этом месте я показываю. Зашли в эту перемычку переход и протянули и развернулись. Вот мы сейчас вяжем последний ряд уже второй стороны. И опять прошли до конца столбиком без накида. Мы связали обе стороны обвяза замочка. Проверяем себя. У нас идеальная длина. Потом, когда это выгладется вот здесь вот, это будет укладываться уже на пришивание на замочек. Вот так это будет выглядеть. Но пока еще не ровно, не поглажено. И последний ряд, в принципе, нашей юбочки. Мы вот это вот место надвязывали на замочек. И здесь немножко есть смена петель. Здесь шли так петли, здесь пошли вот так вот. Потом в этих местах любит растянуться некрасиво. И тогда я всегда делаю еще один ряд. Последний ряд. Вот. Обвязываю. Еще одним рядом. Простыми столбиками без накида. Вот так вот до конца. Довязываем до конца. Обрываем ниточку. Прячем ее. И гладим все наше сделанное. Особенно аккуратно нужно погладить пояс и место под замочек. Сейчас я довяжу и сделаю, наверное, это вам на камеру. Ну вот, девочки, финиш уже очень близко. Но еще не совсем. Проглаживаем наш пояс. Слегка его растягивая. Видите, как наши выемки эти подравнялись. Мы это сделали тоже аккуратно, красиво. Теперь другую сторону. Растянули. Теперь места замочков сложили вместе. Точно так же их прогладили. С одной и с другой стороны. Теперь же мы выкладываем это на изнаночную сторону. Складываем замочек в замочку. Особенно вот это вот место. Смотрим, где нам нужно подтянуть. И сглаживаем. Хорошо заглаживаем это место. Выглядит оно еще не ровно. Но ровнять мы его уже будем на самом замочке. Вот здесь нужно чуть-чуть растянуть эту петлю. Вот наша обязочка под замочек, которая сейчас полностью подравняется уже на самом замочке. Я буквально иголочками вам покажу. И это будет уже почти наш последний штрих. Потом мы еще сразу же сделаем шнурок для дырочек. Мне для этого потребуется ассистент. Я, конечно, попрошу своего мужа по совместительству. Будет мне ассистентом в данный момент. Но мы ему не признаемся, что мы об этом разговариваем. А пока давайте наколем наш замочек. Замочек не по цвету, но я просто хочу вам показать приблизительно. Смотрите, вот заканчивается наш замок. Это место мы загибаем. И до самого края у нас будет вшиваться замочек. Приблизительно вот так вот подкалываем. Кто-то подкалывает, кто-то может прометать. Это уже кому как будет удобно. Я это и не метаю и не подкалываю. Я просто это уже на машинке зашиваю. Но сейчас я это делать не буду, так как у меня нет замка по цвету. И теперь выкладываем замочек, не растягивая этой бейки. Наоборот, растягивая замок под бейку. Вот так вот, на вот таком где-то расстоянии. Мы выкладываем замочек до конца. С pulка. Вот так вот. Вот так вот. теперь вот это место смотрите должны мы снова выложить его ровно заколим здесь вот она у нас уже зафиксировано и теперь эту сторону точно также вернем по замочку я сделаю это очень приблизительно а и и и и и и видите у нас все сошлось только это на иголках когда-то пристрочится все конечно это будет выглядеть гораздо ровнее давайте поставим еще одну иголочку вот здесь мы просто не зацепили вот так это выглядит на иголочках это еще конечно не совсем аккуратно пристрочится это будет все гораздо аккуратнее выглядеть где-то мы еще что-то зацепили вот вот место замочка которое не должно быть ни гармошкой не очень затянуто потом точно так же когда я застрачиваю замочек я его точно так же еще сглаживаю но зацепила я не ровно застречить нужно гораздо ровнее а сейчас я вам покажу еще как делаются шнурочки я покажу вам маленький испорчу кусочек нитки так как большой на эту камеру у меня не получится показать ассистент дайте мне пальчик смотрите за любое что вы можете зацепить а желательно за пальчик ассистента вы складываете нитку в три раза вот в три сложения я делаю здесь делаю узелок и опять первое место снимаю теперь это место я цепляю за пальчик ассистента за пальчик ассистента натягиваю эту нитку хорошенько натягиваю и обрезаю вот здесь вот в конце теперь дальше дальше теперь ассистент плохо себя ведет теперь эту нитку я жестко начинаю скрутить оп влетела теперь эту нитку я начинаю жестко скручивать до той степени до пока она не начнет пружинить скручиваю я ее в одну сторону постоянно в одну и ту же сторону я скручиваю второй конец нитки висит на пальчике моего ассистента по совместительству моего мужа скрутила эту нитку до нужной мне кондиции вот она уже достаточно хорошо скручена и теперь я складываю ее вдвое и снимаю с пальца ассистента свободный конец я просто отпускаю и она сама по себе начинает прыгать и скручиваться вот у меня получается вот такая вот красивая скрученная веревочка не отпуская этого вот этого конца если отпустите все обратно раскрутиться теперь завязываем этот конец в узел теперь у нас уже ничего не раскрутиться у нас получается вот такая вот веревочка ее можно сделать в 4 сложения она может быть потолще но это тоже каждый будет сам себе выбирать обязательно вот этот конец должен быть не разрезанный я вам покажу конечно на этом коротком как я это делаю но потом нужно будет для этой юбки сделать два длинных шнурка так чтобы было эти два шнурка обхватили ваш объем плюс на завязку и теперь смотрите поддевая вот эти вот петли я протягиваю и затягиваю этот шнурок и он получается у меня на краю достаточно аккуратно затянут в петлю а теперь этот шнурок мы протягиваем здесь обрезаем у нас будет такой вот хвостик интересный и этот шнурок мы протягиваем в наши подготовленные дырочки я показала на маленьком сейчас я сделаю большие два шнурка продену ну и наверное покажу вам готовую юбку но без подклада кстати я забыла совсем сказать подклад когда вшился уже замок прошивается вот вот это вот подготовленное место столбиков без накида и закрывается с этой стороны еще кусочек замочка подклад вы можете уже выбирать по своему вкусу это может быть трикотаж хлопковый трикотаж трикотин масло в конце концов даже тоненький стрейчевый атлас тоже сюда подойдет будет красиво сейчас я сделаю два шнурка в дену их и покажу вам как это выглядит вот я продела уже наши шнуры они у меня получились немножко длинными но длина этого шнура регулируется очень просто завязали в узел на ту длину на которую вам нужно сейчас я не буду это регулировать я еще потом позже посмотрю завязали в узел обрезали и у вас получается вот такой вот кончик это все у нас остается еще попрятать наш пришить замок я вам показала как это делается приблизительно но сшить я сейчас не буду пришить подкладку попрятать все наши грехи напоминаю я пользуюсь для вискозы вот таким вот немецким клеем его можно купить в магазинах все для шитья давайте я покажу в очередной раз вот у нас как раз в самом низу есть вот такой вот хвостик мы его сейчас упрячем он уже нас у нас протянут я стараюсь это делать в процессе можно еще немножко подтянуть клей очень хороший его абсолютно не чувствуется на теле его не видно на самом изделии никогда никогда в жизни этот хвостик у вас не расклеится даже при стирке подрезали и вот этот вот хвостик мы должны буквально маленькой горошинкой этого клея подклеить проклеить сам хвостик особенно акцентирую внимание что на вискозе это просто необходимо шелковые нитки точно так же они должны хвостик должен подклеиться ничего не видно но вы уверены в том что у вас этот хвостик никогда не распустится но сейчас я попробую как-то ее одеть на манекен и посмотрим что у нас вышло полную презентацию юбки я конечно не делаю я буду делать ее уже тогда когда подождется подкладка и еще укомплектуется какой-то майкой или блузоном а сейчас я просто хочу чтобы вы увидели как выглядит наш пояс смотрите чем удобен этот пояс вы можете стянуть эту юбку на бедра настолько насколько она стянется зафиксировать на полу бедре а точно так же ее можно подтянуть и зафиксировать на талии вот этими вот шнурами шнуры очень легко регулируются завязываются в узел на нужную длину и подрезается тогда остается опять вот такой вот хвостик я вам показала один из вариантов пояса юбки первый вариант самый несложный они могут быть разными и для этого я буду уже делать следующие мастер-классы возможно даже просто отдельные мастер-классы по разновидностям пояса для юбки ну а пока на сегодня я заканчиваю и заканчиваю свой мастер-класс по юбке надеюсь что я была вам полезна я буду очень рада вашим пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал и до новых встреч